Беличьи книжки. Здравствуйте, дорогие друзья! Наверно, вы замечали, что многие мальчики и девочки очень любят белок. Возможно, это потому, что они чем-то на них похожи, такие же милые и непоседливые. Сегодня городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина предлагает познакомиться с подборкой детских книг, где одна из главных героинь очаровательная белочка. Вы готовы? Тогда мы начинаем! Белка резва, быстра, ловка, прыгает на 3-4 метра, а по наклонной линии сверху вниз метров на 10-15. Почти полет, управляемый пушистым хвостом. Где-нибудь у ствола на высоте 5-14 метров? Перечье гнездо. Гайно называется. Она его из прутья всплетает. Снаружи похожа на шар, иногда замаскирована листьями. В книге Игоря Акимушкина «Жила-была белка» вы встретите еще немало любопытных фактов о пушистых зверьках. Узнаете о привычках, повадках и обычаях разных видов белок, обитающих по всему миру. Любителям приключений наверняка понравится сказка Феликса Зальтона «Белочка Перри». Это чудесная история про девочку Анюту, которая однажды спасла от злой куницы белочку и подружилась с ней. Удивительно добрая и трогательная книга о жизни лесных обитателей не оставит вас равнодушным. Друзья, хотите верьте, хотите нет, но как-то раз в лесу в беличьем дупле поселилась маленькая девочка. А в городе в первый класс пошла настоящая белочка. Все именно так и было. Только вот Катя и белочка не договаривались друг с другом. Просто так получилось. Эту удивительную историю о том, как девочка научилась жить в лесу, а белочка обустроилась в городе, писателю Павлу Катаеву рассказал непосредственный участник событий Воробей Чик. А нарисовал Чика, Катю, Белочку и других героев сказки «Девочка и белочка» замечательный художник Геннадий Калиновский. Под зеленую сосной вырос домик расписной и жила в нем белочка. Белочка умелочка. Обаятельная героиня стихотворения Леонида Куликова настоящая мастерица и готова прийти на помощь любому зверю в лесу, даже грозному серому волку. Скорее открывайте книгу «Белочка умелочка» и любуйтесь уютными и теплыми иллюстрациями Никиты Чарушина. Книга Дейзи Медоуз из серии «Лес дружбы. Волшебная история о зверятах» вновь порадует своих маленьких читателей. Семья Белочки Софи истовно занимается Домом Света. Однажды один из драконов заморозил его, и в лесу сразу стало темно и холодно. Вместе с Лили и Джесс, девочками из нашего мира, Софи спешит на помощь. Смогут ли они вернуть волшебный лес в свет? Читайте сказочную историю «Бельчонок Софи» или «Осторожно, драконы» и обязательно все узнаете. Сказки английской писательницы Беатрис Поттер давно стали классикой и уже более ста лет покоряют сердца читателей со всего мира. Прочитав сказку про «Бельчонка Тресси и его хвост» из книги «Бельчонок Тресси и его друзья», вы познакомитесь с озорным зверьком, который, в отличие от своих сестер и брата, не очень-то любил трудиться. Вместо этого Тресси бездельничал целыми днями, баловался и даже дразнил старого филина, мистера Гука. За такую невоспитанность маленький шалунишка вскоре поплатился своим хвостом. Как так получилось? Берите в руки эту поучительную книгу и сами увидите. Кто там такой рыженький проворно скачет с ветки на ветку? Конечно же Белка! Ловкую попрыгунью можно встретить не только в лесу, но и в парке. Она с удовольствием спустится к вам, чтобы угоститься семечками или орешками. Из книги «Как живет Белочка» познавательной истории немецкой писательницы Фридерон Рейхенштеттер и художника Ханса Гюнтера Деринга вы узнаете много познавательной и интересной информации. Как рождаются бельчата? Как мама заботится о них и выкармливает молочком? Как они взрослеют и учатся добывать себе пищу и делать припасы? С какими лесными жителями белочки дружат, а от каких удирают, что есть мочи? Увлекательные истории о жизни рыжей красавицы дополнены любопытными деталями, о которых с удовольствием прочитают не только дети, но и взрослые. Французский писатель и художник Оливье Таллик написал поучительную книжку-картинку для всех возрастов под названием «Это мое дерево». Иногда единственный способ жить спокойно – это построить забор. Даже не иногда, а в большинстве случаев. И не просто забор, а каменный и высокий. Особенно, когда ты – белка, и у тебя есть свое дерево, и на нем растут твои шишки. Так думал бельчонок, главный герой сказки, который из-за своей жадности чуть было не остался совсем один за высоким и длинным забором. Эта книга – хороший повод обсудить с ребенком такие понятия, как «моё» и «наше», «собственность» и «жадность». Добрая история немецкого писателя и иллюстратора Юнтера Якобса «Я буду ждать тебя всегда» поможет понять, что без грустных расставаний не бывает радостных встреч. Однажды осенью ласточка сломала крыло и не смогла улететь на юг. Обессиленную и застрявшую ветку птичку нашел бельчонок. Они быстро подружились и вместе пережили зиму. Им было так весело, что лето тоже пролетело незаметно. И вот в следующей осени ласточка увидела стаю птиц в небе, улетавших на юг. То была ее семья. Но настоящий друг все понимает и отпускает, обещая ждать. И, конечно, они еще встретятся. Ребята, если вам понравились книги, представленные в обзоре, приходите в Каковинку. Все книги вы найдете на полках нашей библиотеки. А закончить хотелось бы веселым коротким стишком новодвинской поэтессы Нины Власенковой. Белочка. Считалка-догонялка. Белка-белка-баловница. Бойка бегает, резвится. На высокой елке, где иголки-колки, С веточки на веточку догони-ка белочку. Белка-балов �мелка.